Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы поговорим о Мадам С и о Галине с канала Жизнь на юге Англии. Да, сегодня на повестке дня у нас европейский десант, британско-французский десант. Я часто объединяю этих героинь воедино. Во-первых, потому что именно Галину с юга Англии часто ставят в пример Мадам С. В плане поиска мужчины, мол, Мадам С. Обратите внимание на блогера Галина с канала Жизнь на юге Англии. Она искала и нашла, и теперь счастлива. Ну а во-вторых, сегодня я их объединяю вместе, потому что Галина в своем последнем видео практически не напрямую, косвенно, но ответила на вопросы, интересующие Мадам С. относительно поиска мужчины. Начнем давайте с Мадам С, которая, похоже, забросила мужчин. Мадам погрязла в курятнике, похоронила себя в курятнике. Да, Мадам выпускает видео, в которых рассказывает, как она кормит курей, как она там выгребает куриные пометы. Вы знаете, это очень романтический образ. На самом деле, потому что этот образ, образ Мадам С. в курятнике, отсылает нас к роману Сервантеса «Дон Кихот». Как вы помните, «Дон Кихот» влюбился в свою дульсинею, когда увидел ее именно в курятнике. И не важно, что ее милое ангельское личико было измазано куриным пометом. И не важно, что руки ее по локоть тоже были в курином помете. Он смог разглядеть в ней то прекрасное, что навсегда, навеки вечные, поразило его в самое сердце. И после чего «Дон Кихот» решил совершать подвиги во имя своей прелестной дульсинеи. То же самое мы сейчас наблюдаем и в случае с Мадам С. Затем лишь исключением, что нет Дон Кихота. Куры есть, живность есть, курятник есть, работы полно, но нет Дон Кихота, который бы провозгласил ее дамой сердце и который бы во имя Мадам совершал подвиги. Мадам С. забросила мужчин. Мадам С. поняла, что в глубине души ей эти мужчины сто лет в обед не всрались. Мадам С. призналась, что если бы у нее был мульон... Да, да, вы не ослышались, наша воздушная, изысканная, возвышенная мадам мечтает о миллионе. Но не о миллионе терзаний, как писал Гончаров. Терзаний мадам хватает. Мадам терзается по поводу и без повода. Нет, Мадам С. мечтает о миллионе денег. Желательно евриков, чтобы эти денежки лежали у нее на счету. И если бы у нее были эти деньги... Да если бы у нее была вообще по жизни стабильная ситуация, если бы у нее был угол, квартира, если бы у нее был постоянный доход, если бы у нее ситуация была похожая на ситуацию подруги Елен, мадам была в таком восторге от квартиры Елен, мадам была в таком восторге от того района, где поселилась Елен, что если бы у мадам была такая же ситуация, она бы в сторону мужчин даже бы и не смотрела, да нафиг они ей сдались. Мадам С. наслаждалась бы жизнью, помогала бы родственникам, помогала бы дочери, помогала бы внучкам и не прозябала бы в этом интернете, на этих сайтах, на этом злоклятом Фейсбуке, в этих приложениях, перебирая мусор. Таскаешь мужиков этих к себе домой, а толку мало. Придут, выпьют кофе, вытопчут половики и все на этом. Второго свидания не предвидится. В общем, короче говоря, мадам разочаровалась. И вообще, если была бы стабильная ситуация, да не искала бы мадам никаких мужиков. Не нужно ей все это. Это все от лукавого. Зачем нужны эти мужики уже в таком возрасте? Уже можно просто расслабиться. Уже можно просто наслаждаться жизнью. Но если у вас есть такая возможность, если у вас есть автономия, если у вас есть независимость, в случае мадам этого всего нет. Поэтому мадам очень надеялась, что проблемы свои она сможет решить, познакомившись с интересным мужчиной, с которым можно пообщаться, с которым можно выезжать на природу, с которым можно обсуждать насущные вопросы и с которым можно просто хорошо проводить время, желательно в большом городе. Мадам Эс в одном из последних видео призналась, что она не хочет искать мужчину в соседней деревне Изначально она рассматривала такой вариант, ничего против соседних деревень не имела И даже думала, что в этом есть свои преимущества Почему? Потому что она будет жить поблизости к дочери, поблизости к внучкам Но, походив на свидание, мадам поняла, что шило на мыло менять это только время терять Мадам Эс хочет выбраться из деревни Мадам хочет снова оказаться в большом городе, снова оказаться в Бордо Мадам Эс очень скучает по Бордо У мадам Эс трепещет сердце каждый раз, когда она оказывается в местах боевой славы В тех местах, где она некогда бывала в сопровождении своего бывшего мужа Фредерика Да, каждый раз, когда мадам Эс оказывается в тех местах, по которым она некогда гуляла под ручку с Фредериком Сердце ее переполняется какими-то необъяснимыми эмоциями Какая-то ностальгия находит на мадам И мадам поняла, что она не хочет больше жить в деревне Она хочет выбраться из деревни, из села Ей хочется жить в цивилизованном месте Ей хочется просто вот так вот спуститься на улицу Пройтись, прогуляться, прошвырнуться по каким-то магазинчикам По рынку, по кафешкам А сейчас приходится сидеть в деревне и вязать Мадам ударилась в вязание, погрузилась в вязание Вяжет кофточки, почитайте комментарии под ее последним видео Что не комментарии, то комплимент по поводу кофточки Какая шикарная кофточка, какая красивая кофточка Расскажите нам, как вы ее связали В общем, мадам редуцировали до вязальщицы А ведь мадам хотела вершить какие-то грандиозные дела Мадам хотела вести светский образ жизни Мадам Эс хотела блистать на приемах, как она то делала Когда была замужем за Фредериком Кстати говоря, мадам Эс вспомнила Клода Клод время от времени всплывает в рассказах Мадам Эс, у Клода все хорошо, у Клода все прекрасно Клод живет с женщиной Но мадам Эс призналась сама себе и нам Что она бы с Клодом не хотела больше иметь ничего общего Они разошлись по взглядам на жизнь И мадам уже как бы совсем перегорела по отношению к Клоду И больше не будет за него цепляться Ну и в целом мадам Эс как-то поставила на паузу знакомство с мужчинами Конечно, есть шанс, что мадам Эс встречается с мужчинами Но нам про это ничего не рассказывает Потому что мадам Эс уж очень сильно критикуют Каждый шаг ее рассматривают под лупой Критикуют за каждое неверное движение Мадам Эс очень переживает по поводу негативных комментариев Мадам Эс не понимает, почему такой негатив Иногда мадам Эс выдерживает паузу И в течение нескольких дней вообще не появляется в Ютубе Ей нужно отойти Для нее это очень сложно Ну и хочется верить в то, что во время отсутствия на Ютубе Мадам Эс все-таки разрабатывает мужчин Встречается с ними, проводит с ними собеседование Пусть даже в режиме онлайн Ну, в общем говоря, надежда есть, что мадам все-таки над этим вопросом работает Ну а пока? Пока у нас курятник Пока у нас вязание Пока у нас рукоделие В общем, сельские будни казанской бабушки По-моему, мадам Эс так и назвала одно из своих последних видео Вот и все, что у меня было по мадам Эс на сей час А мы переходим к нашей следующей героине Галине с канала «Жизнь» на юге Англии Которая, в отличие от мадам Эс Верит в любовь и верила в то, что она сможет найти достойного мужчину И она нашла этого достойного мужчины И она дает советы И рассказывает нам о том, как быстро найти мужчину Первый пункт – это, конечно же, платные сайты Отбросить все бесплатные сайты Фейсбук, приложения Все, что бесплатное Не пользуйтесь этим Там один сплошной мусор Только платные сайты Причем сайты платные и для мужчины, и для женщины Это уже первый фильтр на платные сайты Галина, идут мужчины и женщины Которые серьезно настроены на серьезные знакомства Извините за тавтологию Мало того, когда вы уже оказались на платном сайте Говорит Галина, вы беспощадно сортируете мужчин Даже если он там вам пишет какие-то очень приятные слова и комплименты Если он вам ставит лайки и посылает сердечки Но если он по какой-то причине вам не приглянулся Пусть даже физически, по фотографии он вам не нравится Вы его беспощадно либо блокируете Либо просто оставляете все его сообщения без ответа Не нужно распыляться на тех, которые вам не интересны Зачастую интуиция нам подсказывает Если душа не лежит, не нужно тратить на это свое время Сразу отметайте их Затем анкета Очень важно правильно заполнить анкету Описать себя таким образом, чтобы мужчине захотелось с вами познакомиться Выделить в себе какую-то изюминку Обязательно найти в себе какую-то изюминку И выставить ее на передний план, чтобы мужчина клюнул Галина нашла такую изюминку Она не будет вам в деталях рассказывать что да как Но Галина очень выгодно выставила, например, свои фотографии В правильном ракурсе Галина специально для этого поменяла имидж Покрасила волосы, сделала стрижку Наложила очень яркий макияж Она понимала, что таким образом она будет выигрывать на фоне невзрачных англичанок Англичанки не пользуются косметикой Англичанки любят стиль натюрель А мужчинам зачастую нравятся женщины, которые накладывают макияж И вот Галина выставила фотографии, на которых она при полном параде При полном марафете и прическа, и макияж, и декольте Ну и мужчины клевали Только так Галина ездила на свидание И вот отхватила себе достойного мужчину Кстати, про мужчину тоже Галину спросили Мол, как он относится к тому, что вы являетесь блогером Ну, давайте сразу скажем, что блогером Галина сейчас является с натяжкой С очень большой натяжкой Потому что видео новых практически нет Галина вся растворилась в отношениях Но, тем не менее, Галина сказала, что мужчина очень положительно относится к ее занятию блогерством Мужчина даже как-то сам заинтересовался этим вопросом И тоже подумывает открыть канал Кроме того, мужчина заинтересовался Россией благодаря Галине Стал спрашивать у нее, как, да что Стал задавать вопросы про ее детство И, возможно, даже откроет свой канал Проблема в том, что, в отличие от Галины Галина все-таки продвинутая, передовая женщина Она быстро освоила Ютуб, интернет Ее же друг очень консервативен Он не очень хорошо пользуется интернетом Не знает, с какой стороны подходить к компьютеру А уж про Ютуб и вообще речи быть не может Вот просто восторгается Галиной Потому что та в своем возрасте разобралась, как снимать видео Как их заливать на Ютуб А он вот как-то осторожничает и не знает даже, вот как это все Как ко всему этому приступить Галина сказала, что она может ему помочь И мужчина остался в восторге от этого предложения Мало того, он стал теперь Галину подталкивать Мол, почему ты не снимаешь? Они там ходят, бродят, где-то рассматривают какие-то достопримечательности И мужчина спрашивает у Галины Почему ты не достаешь свой телефон? Смотри, как красиво Смотри, какая красота Покажи своим зрителям Но Галина как-то сама знает Когда лучше снимать, когда лучше не снимать И вообще, какие темы интересуют зрителей Тем не менее, мужчина поддерживает и одобряет ее деятельность А это уже огромный плюс Потому что очень часто мужья не в восторге от того Что жены вечно бегают с фотоаппаратом Или там с телефоном Что-то снимают, что-то фотографируют Вместо того, чтобы уделять внимание им То, что касается картины Напомню, что Галина в качестве презента В качестве подарка ко дню рождения Написала для своего друга картину Зимний пейзаж Где-то в средней полосе России Почему такой сюжет был выбран? Да потому что день рождения у друга в феврале И Галине хотелось написать вот такой вот заснеженный лес И она взяла эту картину на круиз Ой, в круиз, правильно говорить Меня часто исправляют Взяла в круиз То есть пронесла эту картину Взяла с собой картину на судно Но секретно пронесла эту картину Мужчина не обратил внимания на то Что у Галины с собою в багаж Сдана корзина, картина, картонка Маленькая собачонка В общем, короче, пронесла картину И в день его рождения Картину преподнесла Мужчина был в восторге Мужчина, распаковав подарок Восторгался картиной Поставил эту картину у изголовья У них в каюте И каждое утро, просыпаясь Стоял перед этой картиной Восторгался ею Восхищался и не мог поверить Что Галина написала эту картину Своими руками В общем, у Галины с ее другом Все складывается прекрасно Все складывается хорошо Мы не знаем, какие у молодых планы На будущее Галина их не озвучивает Видимо, наученная горьким опытом Галину ведь тоже критикуют Вот единственный минус, говорит Галина Так это то, что Галина не может Открыть все комментарии Она должна одобрить каждый комментарий Потому что ее друг Иногда заглядывает к ней на Ютуб-канал И имеет возможность Переводить комментарии И вначале, когда Галина не фильтровала Комментарии, мужчина был просто В шоке от того негатива Который лился на Галину Поэтому Галине пришлось Закрыть сначала комментарии А сейчас практически вообще Покинуть Ютуб от греха подальше Чтобы этот Ютуб не стал Таким вот Ютубом-разлучником В случае ее отношений Галина выстроила приоритеты Таким образом, что сначала Она доведет, я так понимаю Мужчину, не до ручки, нет Доведет его до алтаря Чтобы уже как бы зацементировать Эти отношения Галина нам в подробностях не рассказывает Какое там прошлое у этого мужчины Нет, она рассказала в общих чертах Но в целом она не рассказывает нам О том, какие у него отношения С родственниками, с детьми и так далее Но я так понимаю, что Галине хочется Узаконить эти отношения И Галина работает над этим вопросом Но нам в подробностях Пока ничего не рассказывают Галина живет по принципу Что сначала добиваемся А потом уже об этом рассказываем И это неплохой подход В принципе Хотя, справедливости ради Нужно отметить, что Галина Все-таки заради контенту Наверное, рассказывала нам О своих кандидатах Вот почему бы Мадам С И в этом случае Не взять пример С Галины Тоже продолжать нам рассказывать Про мужчин Делиться своими впечатлениями О свиданиях Это очень интересно У Мадам С очень хорошо получается Рассказывать про мужчин Я считаю, что ей нужно вернуться Именно к этому жанру У нее это очень хорошо получается Ну, не знаю Прислушается ли Мадам С К нашим советам Если да, мы будем очень рады Если нет, то мы будем По крупицам как-то собирать информацию И обсуждать ее Предполагая, что там происходит На самом деле И какие же планы У наших героинь В частности, у Мадам С Если у вас есть Какие-то замечания И дополнения По всему вышесказанному Пожалуйста, пишите Делитесь Я всегда с превеликим удовольствием Читаю все ваши комментарии Благодарю всех Кто подписался на мой канал Кто поставил лайк Надеюсь, что у вас все хорошо Будьте здоровы Берегите себя Ну и, естественно До новых встреч на моем канале Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok